МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Васильевский остров", одно из самых загадочных мест Петербурга, планировался Петром Первым как центр будущей столицы империи. Историки, писатели, парапсихологи уже несколько десятков лет говорят о мистических свойствах Васильевского острова, славу которому принесли каменные идолы фиванские сфинксы. Васильевский остров называют средоточием темных сил, излюбленным местом легендарных авантюристов, мистиков и алхимиков. Именно сюда приезжал знаменитый граф Калиостро и загадочный маг Сен-Жермен. Именно здесь должно было осуществиться древнее заклятие земли фараонов. В 1900 году в Петербург прибыл довольно странный господин. Светлый костюм, платок, курительная трубка и темный цвет кожи выдавали в нем иностранцы южных кровей. За большинством иностранцев в то время устраивался негласный нанзор. И состоятельный египтянин по имени Данир-ар-Рият не стал исключением. Вскоре в особом жандармском отделе знали об иностранце почти все. Приехал он в Россию с целью путешествия и осмотра достопримечательностей, как было указано в официальных бумагах. Но именно это обстоятельство и насторожило жандармов. Поскольку с осмотром города гость явно не спешил. Утром он спускался в ресторан-гостинице, наслаждался лакомствами местной кухни, выкуривал трубку, выпивал несколько чашек черного кофе и поднимался обратно к себе в номер. Петербург раскинулся на 42 островах. Самый большой из них – Васильевский. Богатая событиями история, легенды и мифы сделали это место туристической меккой. Здесь, на университетской набережной, стоят загадочные сфинксы. Им три с половиной тысячи лет. Ни один из памятников города не порождал такое количество легенд и преданий, как эти сфинксы. Каменные посланцы древней цивилизации навсегда покинули Египет и поселились на Невской земле. Исследователи убеждены, что они связаны некими тонкими астральными нитями с долиной царей и пирамидой Хеопса. Естественно, что совершенно любая вещь, она обладает взаимосвязью с тем местом, где она поставлена, где она была сделана и для чего-то она была сделана. Поэтому, когда мы что-то перевозим, мы нарушаем астральные связи, те устойчивые связи с местом и с другими объектами, которые находились на той территории. Понаблюдав за Ар-Риядом три недели, жандармы отстали, посчитав египтянина человеком не от мира сего. Но иностранцам заинтересовался журналист Аркадий Минцев, которому для статьи нужна была сенсация. Иностранный гость не знал о планах журналиста, а почувствовав, что жандармы потеряли к нему интерес, стал вести себя более активно. Каждый день по Английской набережной он добирался до Николаевского моста. Переходил по нему к зданию Академии художеств, останавливался возле сфинксов, что у спуска к Ниве, и по несколько часов проводил на скамье под неподвижным взглядом каменных идолов. Загадочные изваяния сфинксов археологи обнаружили в Египте среди горячих песков древнего города Фивы. Это произошло в 1820 году. Чтобы найти выгодных покупателей, сфинксов доставили в порт Александрия. Там каменные львы попались на глаза русскому дипломату Александру Муравьеву. Он был потрясен величием скульптур и немедленно обратился к русскому правительству с предложением приобрести египетскую находку. Пока наши чиновники раскачивались, занимаясь традиционной бюрократической волокитой, сфинксов решили приобрести французы. И, наверное, сфинксы стояли бы на берегу Сены, если бы не случай. А случай был достаточно банальный. Во Франции произошла революция. И поэтому сфинксов купила Россия. Купила за 64 тысячи рублей. Много это или мало? Но для сравнения, скульптуры для Аничкова моста правительство приобрело за сумму в семь раз выше. Каждый сфинкс весит 23 тонны. И перевозка таких грузов была делом непростым. Зафрахтовали специальное итальянское судно Буэна Спиранца, которое в июле 1832 года, после годового плавания, пришвартовалось к строящейся гранитной набережной у Академии художеств. Перевозка закончилась благополучно, и ничто не предвещало беды. Каждый сфинкс находился в клетке, сколоченной из толстых бревен. Но никто не мог предугадать, какую тайну хранят каменные идолы, с каким проклятием столкнется тот, кто потревожит покой египетского чудовища. Вскоре во всех газетах появилось сенсационное сообщение. На обратном пути корабль Буэна Спиранца потерпел крушение. Когда были проведены сфинксы в Петербург, то неизбежно, что за этими сфинксами устремилось и еще что-то. То, что мы можем условно назвать душой сфинкса. Если сами каменные изваяния всего лишь стражи, которые стояли на границе между миром мертвых и миром живых, то душа сфинкса это нечто темное и ужасное, с чем современному человечеству лучше было бы, конечно, не знакомиться. Журналист не переставал следить за таинственным египтянином. Предположение о том, что сфинксы напоминают путешественников о его родине, казалось самым верным. Однако в поведении чужеземца было нечто странное, что-то неуловимое, чего журналист пока не мог понять. Но что именно? Постепенно гость стал допоздна задерживаться у статуи. Причем его внимание привлекал тот сфинкс, который стоял слева, если смотреть на Неву. После ухода египтянина журналист ничего необычного в изваянии не находил. Правда, был один дефект, отколотая оборотка. Но, как говорили, это результат неаккуратной погрузки сфинкса на корабль. Не более. Петербург в то время был главным портом страны, главным торговым центром. Васильевский остров с его набережными должен был поражать воображение многочисленных иностранных гостей. Первое, что видели иноземные корабли, плывущие со стороны Финского залива, «Набережные Невы». Английская набережная, по которой каждый день ходил египтянин, была самой парадной. Именно она считалась своего рода фасадом, лицом города. Поэтому неудивительно, что на противоположной стороне решили поставить то, что принесет Петербургу славу необыкновенного, мистического города. Загадочные изваяния с телами львов и лицами людей. Для таких статуй требовались достойные постаменты. И за год до прибытия сфинксов в Петербург по проекту архитектора Константина Тона начали строить пристань, которая вела от Академии к Неве. И только избранные знали, что появление сфинксов на Неве было предсказано одним из могущественных прорицателей еще за полвека до этого события. В 1778 году в Санкт-Петербург ко двору ее императорского величества Екатерины II прибыл Джузеппе Келлилостро. Посвященные знали, этот человек чернокнижник, адепт древней магии египетских жрецов, знающий тайны смерти и бессмерти. Вскоре весь Петербург говорил о необыкновенных сеансах черной и белой магии, которые проводил маэстро. Одно из первых событий было связано с тем, что он оживил умершего сына графа Строганова. Как это произошло, в общем, неведомо. Также второе громкое событие было связано с тем, что он предложил Потемкину взять у него золотой запас, то есть золотые монеты, и в три раза увеличить их количество. За треть этой самой суммы. Но так как Потемкин практически ничем не рисковал, он отдал ему эти деньги. И когда через две недели Калиостр принес ему в три раза больше монет, в общем, Потемкин так и не понял, что произошло. Известность граф Калиостр приобрел не только благодаря скандальным чудесам, но и точности различных предсказаний. Калиостр предсказал падение Бастилии, падение королевского семьи, вообще все события, которые пришли по французской революции, все были предсказаны Калиостр за много лет до того, как они произошли. Именно Калиостр сказал об удивительной связи города на Неве и древнего Египта. Но тогда, за полвека до появления здесь удивительных зверей, как тогда называли сфинксов, конечно, его фразу никто не понял. Вслед за газетами и молвой, которая всегда бежала впереди Калиостр, светская публика получила косвенное подтверждение того, что могущественный граф владеет тайной вечной молодости, а может и вечной жизни. Жена графа, красавица Лоренцо, выглядела слишком молода для своих 45 лет. Впрочем, она и не скрывала того, что обязана своей красотой и молодостью эликсиром графа. Удивительно, что рецепты всех этих эликсиров, в том числе эликсира молодости, эликсира вечности, все прочее, они реально существуют. И даже известно место, где они находятся. Это библиотека Ватикана. Они там оказались после того, как Калиостр был арестован. И когда инквизиция вела допросы, он был вынужден рассказать обо всем. Вот таким образом они оказались в Ватикане. Среди адресов, которые навещал Калиостр в Петербурге, был один, которого он не хотел афишировать. Дом своего учителя графа Салтыкова. Граф, человек беспрошлого, как его называли, был одним из богатейших людей Екатерининской эпохи. Мало кто знал, что под этим именем скрывается граф Сен-Жермен, человек, возглавляющий тайную организацию, могущественный, магический орден. Его называли хранителем тайн мира, великим прорицателем и магом. Калиостро и Сен-Жермен встретились на Васильевском острове. О чем они говорили, осталось тайной. Но известно, что место их встречи было выбрано не случайно. Прорицателей интересовала кунсткамера, построенная на набережной недалеко от сфинксов. В то время в кунсткамере размещались Академия наук и знаменитая библиотека. Ходили слухи, что священная книга Тота, хранящая тайны египетской магии, находилась именно там. Обладание книгой Тота сулило неограниченную власть и вечную жизнь. Но она таинственным образом пропала, как раз после визита двух прорицателей. Не исключено, что это дело рук Калиостро и Сен-Жермена. Известно, что и тот, и другой стремились к бессмертию и поклонялись египетскому богу мудрости богу Тоту. Со временем Сен-Жермен передал секреты египетской магии и титул верховного магистра тайной организации своему ученику графу Калиостро. Говорили, что именно от Сен-Жермена Калиостро получил рецепт так называемого эликсира бессмертия. И сегодня существуют артефакты и в Европе, и в Тибете, которые так или иначе воздействуют на продолжительность жизни человека. В Тибете это кристаллы времени, которые растут естественным образом в пещерах, в Гималаях. В процессе деления клеток нашего человеческого организма каждая следующая копия, она становится менее энергетичной, то есть более старой. Когда кристалл, который изымается из этих пещер, помещается рядом с телом человека, то он оказывает на него вот такое воздействие. При каждом следующем делении клетка становится как минимум не менее энергетичной, чем предыдущая, а иногда и более энергетичной, то есть фактически происходит энергетическое омоложение организма человека. Вскоре после встречи с Сен-Жерменом Калиостро приехал к графу Елагину, который серьезно увлекался магией и всем, что с ней связано. Разговор шел о тайне времени и египетской магии. На этой встрече Калиостро и предрек появление на берегах Невы изображения богини Изиды, сфинксов и сакральных символов Египта. За невероятно большую сумму прорицатель продал Елагину эликсир бессмертия. Калиостро внушил ему, что эликсир приобретет особенную силу, когда впитает в себя энергию идолов с берегов Древнего Нила. Но Елагину не суждено было увидеть египетских сфинксов. Он умер задолго до их появления в Петербурге. Визит великого мистификатора стал причиной того, что в городе одну за другим стали возникать тайные оккультные общества. Вечная жизнь и власть над миром это главное, ради чего проводились страшные обряды черной магии. К моменту привоза сфинксов, то есть через 50 с лишним лет после триумфа Калиостро, магических обществ насчитывались уже десятки. Одним из самых сильных и таинственных обществ был Янохианский орден, тот самый, который возглавлял Сен-Жермен, а потом Калиостро. Орден специализировался на заклятиях египетской магии смерти. Как представить магию? Ведь это всего лишь навсего наука, которая работает с энергиями, с различными энергиями. Смерть это тоже энергия. И по другому магию смерти можно назвать магией перехода между нашими мирами, миром живых и миром мертвых. К тому моменту, когда сфинксы прибыли в Петербург, пристань была еще не достроена. Поэтому в 1832 году клетки со сфинксами были поставлены на временное хранение недалеко от набережной у обелиска графу Румянцеву. Румянцевский обелиск это первый обелиск в России. В древнем Египте обелиски олицетворяли лучи солнца, и поэтому были направлены вверх к Богу Ра. По легенде, первым обелиском был священный камень Бен-Бен, который упал с небес и был установлен в столице Египта. А затем таинственно исчез. И с тех пор египтяне называли все обелиски Бен-Бенами или Техами. Даже в клетках сфинксы пугали и одновременно завораживали жителей Петербурга. Ходили слухи, что каменные идолы скоро оживут и уничтожат город. Ведь тогда о Египте в России не знали практически ничего. На Васильевском острове жил колдун, умеющий предсказывать будущее. Он вещал о страшных испытаниях и гибели всего живого, если сфинксы не покинут город и останутся на Невской земле. В газетах писали, что каменные чудовища лишают рассудка и навлекают горе на того, кто долго на них смотрит. Шли годы. Одни оккультные общества сменились другими. Но интерес оккультистов к сфинксам оставался неизменным. На этом месте собирались люди странного вида. Многочисленные адепты произносили древние заглянания, вызывали к духу фараонов к власти тьмы. Они не знали, что тем самым навлекают на себя настоящую беду. Место около сфинксов для проведения различных мест некромантов было выбрано не случайно. Ведь именно сфинксы являются стражами мира мертвых и мира живых. В месте перехода между жизнью и смертью как раз скапливается очень большое количество энергии. Именно эта энергия и нужна была последователям ордена некромантов для того, чтобы проводить свои мероприятия. Некоторые тайные общества служили прикрытием для различного рода авантюристов. Поэтому за территорией около сфинксов был установлен негласный жандармский надзор. Практика магии смерти является одной из самых опасных. Потому что люди, которые как правило не подготовлены для встречи с теми существами, которые они могут вызвать, эти же люди подвергаются самой большой опасности. Даже не те, кто находится вокруг них, а именно они сами. Потому что вызванные существа или можно сказать души вызванных существ, они как раз направляют свою агрессию на слабых людей. А именно этими слабыми людьми оказываются горе-вызыватели. Однажды утром из Невы выловили труп. Это был египтянин Ар Рият. Прибывший на место происшествия журналист Минцев рассказал, что следил за иностранцем в течение десяти дней и может оказать помощь следствию. Видимо, сведения журналиста оказались полезными, поскольку он получил эксклюзивный доступ к материалам дела. Рапорт об этом происшествии поступил в особый жандармский отдел. Началось следствие. При обыске в гостиничном номере Ар Рияда обнаружили древние ритуальные предметы, схожие с теми, что имелись в египетской коллекции Эрмитажа. Эти предметы были ничем иным, как хирургическими инструментами, с помощью которых древние египтяне бальзамировали трупы. Бальзамирование в древнем Египте было тесно связано с культом магии смерти. Считалось, что душа умершего человека может вернуться в его тело в любой момент. Поэтому труп старались сохранить от разрушения как можно дольше. Его бальзамировали, превращая в мумию. Вообще, слово мумия это арабское слово и переводится на русский язык как битум или предмет, пропитанный битумом. Именно этим составом заливалось очищенное от внутренних органов тело. Саркофаг с именем умершего фараона считался обязательным атрибутом погребения. А хирургические инструменты для бальзамирования считались священными и должны были быть погребены с соответствующими почестями вместе с фараоном. Надо сказать, что египтяне были очень хорошими химиками, патологоанатомами и фармацевтами. Если бы не было египетской культуры захоронения, то навряд ли бы медицина сегодня достигла бы такого уровня. В гостиничном номере Ар-Рияда была найдена записка, в которой точно был воспроизведен сфинкс. На правой лапе сфинкса была нарисована стрелка, указывающая на строки древнеегипетских иероглифов. В переводе надпись гласила «Две реки откроют путь». О каких реках шла речь? Может, это были Нил, откуда прибыл незнакомец, и Нева? Издавна дельта Невы имела репутацию темного, гиблого места. Основание города на болотах всегда считалось дьявольским промыслом. Домов в таких местах не строили, дорог не проводили. Но это обстоятельство не остановило Петра Первого. Огромное количество подневольных людей стало жертвами царской прихоти. В начале строительства Васильевский остров называли Смоленским полем по имени протекавшей речки Смоленки. Именно это место считается центром рождения города. Все обстоятельства были против этого строительства. Рабочие погибали тысячами. Без всякого погребения их просто сбрасывали в ямы. И миллионы неупокоенных душ создали мощный поток темной энергии. Человек живущий рядом с кладбищем это человек который попадает в зону не очень приятных воздействий энергетики на свой организм. Дело в том что энергетика кладбища она подходит очень хорошо для людей умерших но уже совершенно не подходит для людей живущих потому что людям которые хотят жить и реализовываться нужна энергия силы и здоровья. Многие египтологи историки и другие специалисты утверждают что Васильевский остров обладает мощнейшей энергетикой и если добавить к этому влияние другой могущественной цивилизации энергетику египетских статуй то получится концентрация сильного энергетического поля с негативным потенциалом. Камень как таковой любой камень является уже носителем определенной информации если говорить о сфинксах то туда помимо всего прочего была вложена энергетика человека который творил вот этих вот существ и соответственно поскольку древние египтяне очень трепетно относились к магии оккультизму они производили определенные обряды над этими сфинксами и все это впитано и разумеется всем этим сфинксы обладают сфинксы не прощают тех кто тревожит их покой и рано или поздно месть каменных идолов настигает обидчиков вторжение Наполеона Бонапарта в Египет произошло в конце 18 века его армия бесцеремонно топтала священную землю долины царей землю где много веков подряд с почестями хоронили фараонов пирамиды поразили Наполеона своим величием и мощью а огромный сфинкс в пустыне Гиза испугал в различное время суток солнце по-разному освещает неподвижный лик каменного стража утром лицо спокойное и безмятежное но к вечеру оно постепенно становится ужасным кажется что сфинкс свирепеет это и напугало Наполеона он отдал приказ стрелять из пушки прямо в лицо извоянию сфинкс в долгу не остался и проклятие древней цивилизации коснулось Наполеона в полной мере началось следствие по убийству Аррияда и чем тщательнее особый жандармский отдел расследовал это дело тем дальше они отдалялись от истины самым удивительным было то что лицо Аррияда как две капли воды походило на лицо сфинкса известно что египтяне считали сфинкса воплощением духа хранителя а их человеческие лица имели обычно портретное сходство с конкретным героем каждый фараон в древнем Египте строил свой храм и ставил своих сфинксов поэтому по сфинксам мы можем определить какому фараону и какой эпохе они принадлежат глядя на сфинксов которые уже почти 180 лет проживают в Петербурге можно узнать как выглядел фараон Абинхотеп III правивший Египтом более трех с половиной тысяч лет назад Судя по всему у этих сфинксов довольно сложная и многотрудная судьба потому что на пленте этого сфинкса мы обнаружили перетертые надписи царские картуши были видимо аккуратненько сбиты и переделаны на новые надпись перебивается обычно когда заимствуют из другого храма статую там она была посвящена кому-то другому и обычно другому фараону и обычно эту надпись так сказать это обычная общепринятая была практика времен фараона перебивать надписи высеченные из сиенита эти мифические люди-львы стояли при входе в храм Близфиф охраняя его от злых духов возможно ли поверить в то что Ар-Рияд был воплощенным духом одного из правителей Египта Сфинкси это запрещен это запрещалось видимо как-то религией или чем-то поэтому никаких значков и намеков кто это делал не было загадок становилось все больше и больше при обыске номера Ар-Рияда был найден кусок странного камня на то что находка была частью чего-то большего указывал характерный скол впоследствии выяснилось что этот камень часть пропавшей бородки сфинкса долгое время считалось что это результат повреждений при погрузке однако есть предположение что повреждения были сделаны специально еще в Египте об этом свидетельствуют похожие сколы на других статуях изображающих фараонов бородка обозначало то что фараон имеет реальную власть если сфинкс изображен или статуя фараона изображена с бородой даже если он умер он все равно действующий фараон если бородку отколоть то значит этот фараон утрачивает свою мифическую или реальную власть символом в древнем Египте уделялось особое внимание а символ могущества например осколок бородки фараона мог быть надежным талисманом и инструментом общения со временем в год установки сфинксов выяснилось еще одно мистическое совпадение произошло это благодаря строительству пулковской обсерватории и определению пулковского меридиана условной координаты на которой находится Петербург оказалось что египетский порт Александрия откуда привели сфинксы и набережная Васильевского острова где они были установлены находятся на одном меридиане это казалось невероятным ведь выбирая место для сфинксов никто не мог пользоваться этими знаниями то есть преодолев тысячи километров каменные идолы не потеряли связи со временем и более того как будто заняли предначертанное им место следствие продолжалось таинственная гибель египтянина так всполошила журналистов что газеты взахлеб фантазировали выдвигая версии одну нелепие другой одни писали что Аррияд был привидением другие что он был язычником и искал под древней статуей таинственный клад третьи вообще приписывали ему подготовку покушения на царя но ближе всех к разгадке происшествия оказался доцент Маркин с кафедры востоковедения он и изучил иероглифы и предметы найденные в гостиничном номере убитого оказалось что Аррияд занимался оккутизмом и был тем кого сегодня назвали бы магом камень часть бородки сфинкса скорее всего действительно был для Аррияда талисманом возможно он приобрел его на рынке в Фибах где подпольно у расхитителей гробниц можно было купить тогда практически что угодно чаще всего торговцы сами не знали истинную ценность и предназначение продаваемых предметов Маркин с головой ушел в изучение древних монускриптов и нашел то что стало настоящей сенсацией оказалось что одна из главных египетских легенд гласила о древнем проклятии которое падет на всех кто посмеет потревожить покой каменных чудовищ сфинксов особенно опасно если сфинкс оторван от родной земли и находится в руках чужеземцев в данном случае в России египтяне верили в то что сфинксы живые существа когда им что-либо не нравится поведение людей например их раздоры воины грабительские набеги на соседние племена или еретические увлечения чужими идолами они оживают и начинают наказывать людей когда сколько-то лет назад люди вторглись во владение древней цивилизации они конечно начали их приспосабливать под свой быт и уклад который соответствовал тому времени точно так же как первобытные дикари поступили и мы перевезя наследие фараонов наследие древних богов в Петербург иероглифы на рисунке сфинкса оказались ничем иным как древним египетским заклинанием против злых духов а предметы для бальзамирования были необходимы для совершения оккультного ритуала две реки упоминавшиеся в записке должны были открыть путь то есть снять это заклятие осталось дождаться определенного дня чтобы совершить магическое действие но этого аррияду как раз и не удалось в 1996 году в петербургских газетах появилось сенсационное сообщение о том что сфинксы которые находятся рядом с академией художеств негативно воздействуют на людей они зомбируют жителей петербурга обычно в качестве жертв сфинксы выбирают людей связанных с творчеством именно в этих людей более нестабильная психика души сфинкса для того чтобы находиться рядом со своим каменным извоянием необходимо подпитываться энергией страха поэтому не воздействуя на людей получают ту самую необходимую энергию для того чтобы продолжить свое существование рядом мистическая история произошла с художником Вячеславом Земским на собственном опыте ощутившим силу взгляда египетских идолов желание запечатлеть сфинксов привело его на университетскую набережную приступив к работе художник почувствовал что с ним происходит что-то необъяснимое единственное что он видел это лицо статуи которая превращалась в морду львицы художник почувствовал психическое давление перерастающее в состояние тревоги выйдя из панического состояния он едва вспомнил что с ним произошло за эти несколько минут ну вначале я вообще не мог понять что со мной произошло я помню только это ощущение страха не мог от наваждения какого-то избавиться мне казалось как будто лицо сфинкса оно ну меняется что ли такое неприятное ощущение жуть мне вообще кажется что человек который однажды увидел то что увидел я всю жизнь будет находиться под властью сфинкса в 1996 году жертвами энергетической атаки сфинксов стали и выпускники государственного университета ну была такая история да там несколько лет назад не помню когда а ну да когда дипломы получили как раз тот день здесь в универе мы как раз обмывали ну праздновали там все дела ну вечеринка стол там выпивали закусывали так всем потоком вот ну уже где-то так ночи ближе мы так с приятелем здесь по набережной прямо у академии гуляли и смотрю что-то его прямо на эти на сфинксы понесло он на постамет начал залезать я говорю ты что делаешь такое с ума сошел а он говорит а я вот хочу со сфинксом на бурдершафт выпасть я теперь типа дипломированный там вот ну ладно бог с ним лезет и лезет вдруг слышу он так вскрикнул я так глянул куда он показывает посмотрю у сфинкса у него прямо выражение лица изменилась брови сдвинулись и он смотрит на нас таким взглядом пронзительным ну вот реально прямо такой под холодный прошив и как будто вы знаете так прямо выпали из времени я не знаю сколько это чувство продолжалось но так по часам наверное минут 20 наверное что ли мы потом с ним впечатлениями делились у него то же самое было ну выпившие понятно дело были но вот мы же с ним одно и то же видели то есть как-то мы с ним потом обсуждали прямо вот он то же самое увидел то есть лицо как-то изменилось там и так далее ну что это было я не знаю самым опасным считается пасмурное дождливое и туманное время осенью или весной лик древнего извояния меняется и становится зловещим и угрожающим некоторые жители города специально ходят к сфинксам чтобы уловить момент в который лицо из тукана начинает меняться но стоит ли испытывать судьбу если одни ищут общение со сфинксами сознательно то другие невольно попадают под их влияние так произошло с верой студенткой университета сфинксы действительно плохо влияют на людей мои друзья институтские недавно праздновали свадьбу ну погода такая не очень конечно была ну в принципе на свадьбу это не повлияло у нас хорошее настроение было веселились били бокалы на счастье решили поехать фотографироваться к сфинксам замечательные фотографии получились очень много кадров отсняли а когда напечатали фотографии нам показалось что вот лица у сфинксов какие-то были злые как будто вот они недовольны были тем что мы тут веселимся около них а потом потом начались несчастья вот друзья мои молодожи они вообще через два месяца развелись у одного друга у него мать погибла а у другого сгорела квартира ну а меня мой молодой человек ну в общем мы расстались исследования геологов показали что Васильевский остров испечрен тектоническими разломами эти разломы вызывают появление так называемых геопатогенных зон человек постоянно находящийся в этих зонах фактически губит себя существует дисбаланс потоков в организме и за счет этого дисбаланса в организме наша самая серединная точка такая как сердце начинает очень серьезно страдать потому что сердце наше это весь наш организм у нас везде есть кровь у нас везде есть жизнь мы каждый орган должны питать если мы его неправильно питаем то он начинает болеть и потом отказывать нам об этих зонах знали и первые жители города приступая к строительству улиц на Васильевском острове люди развешивали на шестах свежую рыбу или мясо если через сутки продукты загнивали это место считалось негодным для жилья но со второй половины двадцатого века на пустующих участках стали возводить дома плохая темная энергия спрятана в каждом метре Васильевского острова пенсионерка Нина Федоровна живет на Васильевском острове уже много лет здесь еще ребенком она пережила блокаду затем несколько наводнений здесь прошла ее молодость выросли дети Нина Федоровна называет Васильевский остров своим домом и не понаслышке знает об особенной энергетике и странных обитателях этого места В детстве мы жили рядом с пустырем и на этом пустыре мы часто с ребятами играли и вот однажды осенью в ноябре месяце было уже темно холодно ребята разожгли костер мы рассказывали друг другу страшные истории и вдруг заметили какое-то светло желтое облако оно стало к нам приближаться и это облако стало превращаться в силуэт человека в черной шляпе в черном плаще мы так испугались разбежались все в разные стороны ой как страшно я даже вспоминать даже страшно об этом этот человек мне до сих пор снится потому что когда он мне снится в этот день обязательно происходит что-то страшное и плохое но не только сфинксы определяют энергетику и магию Васильевского острова у их подножия размещены не менее мистические существа грифоны грифоны мифологии сказочные существа полу-львы полу-орлы они днем и ночью охраняли несметные сокровища бога-громовержца Зевса прижав к голове уши и злобно оскалив пасти они охраняют вход на полукруглые площадки с гранитными скамьями в Петербурге 19 века существовала примета у тех кто хотел обогатиться навестить грифонов говорят что недремлющее око охранки порой вычисляло здесь будущих налетчиков считается что если одну руку положить грифону на язык а вторую на лоб и загадать желание то оно обязательно сбудется и сегодня у этих крылатых львов золотом блестят отполированные лбы и языки когда начинаешь близко рассматривать эту вещь ты видишь что вот видишь следы обработки например вот эта косичка сзади вот этого платка она связана и там под каждой канавкой виден вот когда мастер вырубал видимо каким-то или каким-то другим инструментом обработал видено что с канавки инструмент срывается и он на тело сфинкса стукается об него и там вот луночки такие были по всем по всем то есть видна рука мастера благодаря реставрации отмытые сфинксы приобрели розовый цвет именно так выглядит знаменитый асуанский гранит под левой лапой западного сфинкса около локтя мы обнаружили надпись где по-гречески написано Янис Автанази 1829 год грек который вел раскопки Янис Автанази осквернил священные камни и заплатил за это высокую цену корабль Буэна Спиранца доставивший сфинксов в Петербург на обратном пути затонул шкипером на судне был его единственный сын вскоре умер и сам Автанази месть сфинксов свершилась Бесспорно Аррияда приехав в Петербург хотел снять заклятие сфинксов но в полном смысле снять заклятие он конечно же не мог для этого потребовалось перевозить фигуры обратно в Египет но тем не менее этот человек пытался совершить определенный оккультный ритуал и максимально облегчить участь Петербурга и участь Египта потерявшего этих сфинксов следствие показало что Аррияда убили члены одного из тайных обществ адепты секты египетской магии визит Аррияда не был для сектантов неожиданностью иностранец был известной личностью в оккультных кругах умел входить в контакт с духами фараонов и хорошо знал тайны египетских жрецов убийцы знали что иностранец обладает волшебным талисманом осколком египетской статуи именно этот предмет и стал причиной убийства но убийцы совершили ошибку проникли в гостиничный номер Аррияда чтобы взять камень там их и задержала полиция сегодня как и много веков назад сфинксы продолжают улыбаться но нет в этой улыбке ни радости ни скорби только бесстрастность и жажда мести к тем кто лишил их родной земли и раз тупо и не Продолжение следует...